здравствуйте дорогие друзья в предыдущем видео мы начали цикл коротких роликов и первую очередь развенчали популярный миф о том что тюрки в государствах севевидов каджаридов действовали в интересах персов миф о том что они якобы были персизированы мы уже развенчали а сегодня мы поговорим о другом мифе о том что каджары были самой слабой тюркской династии в истории рана кстати тему этого нашего ролика выбрали наши подписчики в нашем сообществе youtube мы создали опрос с вариантами тем для нового ролика кстати прямо сейчас подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик чтобы видеть и наши новости и получать доступ видеороликам в момент их выхода что же для начала для тех кто не в теме у нас есть видео об истории государственности азербайджанских тюрков там мы поговорили о всех наших государств в том числе этому пинули каджаров но я дополню что это государство закончила свое существование 1925 году в результате захвата власти персидской династии пехлеви то есть на этом обрывается история правления тюрков в иране давайте разберемся были ли каджары действительно настолько слабы и так название источника вы видите на экране начнем о наследии последней тюркской империи государства каджаров для любого знакомого с распространенной дезинформацией созданной и пропагандировавшиеся династии пехлеви и и однобоким образовательным аппаратом становится шоком то что каджары на самом деле были одной из самых сообразительных и способных династий персии ирана вопреки огромным затруднениям каджары преуспели в сохранении этого государства от полной гибели в течение эпохи когда практически весь мир был захвачен и колонизирован западом то время как европейские империи поглощали почти все страны третьего мира они разделили все не европейские империи на части примеру османы были разделены на 18 стран и турция является тем что от них осталось с территории примерно вдвое меньше территории современного ирана противоположность этому каджары сумели сдержать две наиболее агрессивные европейские империи российскую и британскую не превратившись в их колонию или разделенные ими как китай потери земли или в экономике также не были большими как это случилось с османами и египтом вместо этого каджары унаследовавшие от зендов относительно небольшую страну от шираза до шахруда захватили харассан у последнего офшарида и половину белуджистана обе провинции в противном случае были бы присоединены британии к афганистану и индии они вторглись и привели в иран каджарское государство астрабад мазандаран гилан на каспии и азербайджан армению грузию ширван и губу на кавказе они также предъявили претензии на весь остальной кавказ от эрека до черного моря на востоке каджары дважды вторгались среднюю азию для возвращения персии исторических областей мерф и герат но были вытеснены сперва российской империи и затем всей мощью британской империи начавший против каджаров открытую войну на море и на суше они были вынуждены обменять герат на хузистан и многие порты острова в персидском заливе оккупированные британским флотом в ходе войны каджары последовательно и невзирая на постоянное беспокойство британцев заняли для ирана все порты и острова на северной стороне персидского залива и вплоть до конца продолжали предъявлять персидские претензии на бахрейн и все другие острова в персидском заливе правда они потеряли пятую часть которые они сами завоевали для ирана российской империи это произошло только после двух длительных войн продолжительностью в 14 лет с российской империей с одной стороны и британской империи из-за англо-персидской войны в 1857 года с другой но это были две очень агрессивные мощные и жадные европейские колониальные империи которые могли бы уничтожить персию если каджары не смягчили бы их своими знаменитыми политическими махинациями для возмещения этих неизбежных потерь каджары захватили земли у всех своих соседей включая турков покидая трон 1925 году они оставили после себя персию который является крупнейшей страной на ближнем востоке не считая пустынная королевство саудовской аравии с неопределенными границами также стоит отметить что каджары единственное среди всех не западных монархий ушли мирно повиновавшись решению национального парламента который они сами же создали 1906 году каджары блестяще натравливали британцев на русских и наоборот на протяжении всех 125 лет своего управления до передачи мирным путем обширного королевства пихлеви противоположность этому пихлеви на протяжении короткого периода 50 лет своего авторитарного правления превратили парламент в резиновую печать закрыли все политические партии уступив по своей прихоти бахрейн 1971 году как они ранее уступили район фируза советскому союзу даже не подав устного протеста но как это бывает с каждой династии сменивший предыдущую пропагандистская машина пихлеви их местные мстительные союзники недолюбливавшие каджаров по разным субъективным причинам начали рисовать комичную и исторически ложную картину каджарской шапки которая сегодня существует и в иране и в избитой и повторяющейся западной академической литературе для каждой новой правящей династии естественно изображать предыдущую в наихудшем свете на ум приходит обращение тюдоров с прославленным наследством плантагенетов в англии но используя простую логику как каджары могли быть столь некомпетентными все равно оставить после себя такую огромную 16 в мире полностью независимую страну с либеральной дарованной шахом мазафритином конституции и многопартийной политической системы все это впоследствии будет пожертвована или уничтожено пихлеви в реальности каджары справились лучше любой другой династии за пределами европы японии и сиама просто сохранив независимость из всех остальных стран этого добились только сиам все остальные или были уничтожены колонизации европейцев либо расчленены на отдельный участок их национальное богатство было разграблено этого не случилось срана и это было благодаря политической сообразительности и искусству геополитической игры даже театральности махинациям каджаров что ж дорогие друзья мне кажется этого более чем достаточно напишите пожалуйста комментарии как вы думаете что было бы если бы власть в этом государстве не захватили бы пихлеви оставляйте комментарии делитесь нашим видео подписывайтесь на канал ставьте лайки давайте поможем продвигать наше видео до скорого кирючарич